Вот у нас получилось за занятие сегодня таких вот пяток штук разных сюжетов, но в принципе они все простые, минималистические, на разные такие зимние стояния, ну чуть поближе вот. Покажу, мне в принципе нравятся они некоторые, некоторые нравятся, некоторые не очень, но в каждом есть что-то, что заслуживает какого-то такого внимания. Дорожка, в принципе, мне это лужи понравились, как получилось, здесь водичка хорошо получилась. Вот у нас маленький форматик такой открыточный, в общем такие маленькие вещи, они кстати очень хорошо потом смотрятся миниатюрками в интерьере, можно их использовать. По большому счету это всего лишь несколько мазочков, которые вы сделаете на листе, и это уже может быть законченной работой. У нас верх можно подмочить нормально, вот, смачиваем, смачиваем, так, чтобы у нас с вами не было лишней водички. Вот смочили даже, даже, даже немножко дадим, и так, попадать верна. Ну и все, мешаем цвет неба. В принципе, вы можете делать любой, я люблю вот как бы зимний, все-таки через серый какие-то выходить, но вы можете сделать холодненький, можете какой угодно. Не жалейте пигмента, вот даже если делаете один мазок, не надо экономить, потому что в прошлый раз вот смотрю, у тебя, кстати, Таня была. У меня вообще, я не открыла. У тебя было жидко очень, у тебя не хватало пигмента, то есть ты пытайся набирать, то есть намешивайте. Вот я прям взял лавандовый, взял охру или сиен, даже сиен, вот как бы взял с лавандой. То есть у меня будет такой вот прям вот серый-серый-серый-серый. Вот я вот сделал, ну и правильно. Значит, смотрите, какой важный момент. Вот теперь вспоминаем, где у нас с вами сыро. Вот нам нужно сделать, а, небо, и во-вторых, оставить место под дальний лесок, но так, чтобы макушки леса были в мокром небе, а низ леса был сухой, потому что там нужна четкая граница. Соответственно, сейчас мы когда смачиваем, мы буквально-буквально вот работаем по границе того, что мы смочили, то есть цветом. Поскольку там все ровно, один мазок делаем. Делаем один мазок. Вот, все, больше вы туда не входите, вот учитесь, одним мазком взяли, просто закрыли небо. Все, ничего не трогаем. Молодцы. Дальше, смотрим. Теперь вот дальний лес, очень деликатная работа. И вот там, во-первых, очень маленькая полоска. То есть для того, чтобы показать перспективу, что это далеко, это должно быть все маленькое. Если вы только сделаете его 3 сантиметра, это будет ближний лес. Нам надо сделать, чтобы он был далеко. То есть ищем ко всему этому серому, такой, скажем так, темно-сирый, но уже с фиолетовым подтекстом. Потому что, ну, далее лучше добавлять как бы фиолетовую историю. Это будет все немножко как бы поглубже. И можете брать, в принципе, ярко. Можете брать ярко, потому что маленькие картинки такие, они немножко как бы, ну, с налетом декоративности. То есть можно взять прямо вот ярко, но холодно. Но, опять же, цвета глушим. То есть мы туда добавляем либо коричневый, либо охру, чтобы оно было вроде как вот с оттенком, с интересным, но не такие пигментные краски, однопигментные, такие яркие, как вот в летних палитрах и всего остального. То есть все-таки там состоялась живописность, как бы красивая основа, но нужно ее довести до цвета. Вот смотри, какой у меня цвет получился. Вот, то есть мы все-таки учимся живописать, живописать. Вот такой нюанс маленький, смотрите. И что? У нас лес дальний, он как бы идет в двух ипостасиях. Он идет вдалеке, потом идет разрыв на большую группу и на маленький. Соответственно, мы не будем писать сплошняком сначала маленький, сверху накладывать большой. То есть нужно с разрывом его и положить. Не забывая из того, что у нас здесь с вами еще, как бы, ну, такая группа березок, там всего остального. Один раз, один мазок, ничего лишнего. Рукой, то есть примерно смотрим, где нам его разорвать. Прямо посередине. Бьете до середины, пропускаете группу и делаете кусочек. Чуть-чуть ниже вот этой истории. Поскольку там влажно, если даже мы не будем касаться, даже не будем касаться неба, все равно краски пойдут друг к другу навстречу, все равно будут вытеснять, будет ковырельчик. И даже если останется небольшой просвет воздуха, это уже хорошо, мы его протрем. То есть взяли низом. И вот кисточку можно, соответственно, взять, ее, ну, она хоть и большая, краешком, вот мы ее касаем, подсгибаем, у нас получается маленькая плоскость соприкосновения. Провели кусочек. Вот отпустили. Где-то, ну, там, это группа деревьев. Даже можно вот там, до серединки. Пропустили и снова провели второе. Если низ вот пойдет чуть-чуть по краю по сухому, это замечательно, он как бы даст вот эту неровную фактуру. Смотри, не плоскостью кисти делай. Все равно кисть работает вот так вот, ну, как бы вдоль листа. То есть ты не вот так работаешь, а тянешь как бы цвет вот так, чтобы цвет за кистью вдоль параллельно тянулся. Да, вот еще вот так. Не, не спеши, можно просто спокойненько как бы завязать. Хорошо, хорошо, молодец. Смотри, вот у тебя такой момент получился. Видишь, нет границы по тону. Значит, что в такой ситуации делаем? Когда ты по цвету развела разное, у тебя будет граница. Когда у тебя нет по цвету разницы, у тебя сливается. Берешь кисточку, вытираешь тряпочкой. И теперь снимаешь чуть-чуть над... Ну, я даже могу себя показать. То есть нам все нужно получить... Чуть-чуть снимаешь светлое над этим леском. Вот у тебя. У тебя сразу появится воздух. Идеально, когда у тебя станется. Но пока не подкрашивайте, то есть старайтесь минимум. Снимай, 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 чтобы у тебя была эта граница. Что-то подправляем. Дальше берем среднюю группу деревьев. То есть у нас какая? У нас тепленькая, да? Ну, вот эти березки, охрочки, там все что угодно. Можно уже в эту историю добавить просто более теплую. Можно даже капли, вот как Марина говорит, оранжевого. Ну, может какой-то, чтобы усугубить немножко состояние вот этой по тепло-холодности. Взяли потеплее. Можно оброчки тут такой добавить, коричневинчики. Что вы хотите. Даже капли фиолетового. Единственное, что нужно делать. Вот низ примерно у нас такой же по-сухому идет. А вот вверх хочется получить как бы, ну, такой немножко фигурный, фактурный. И здесь он уже будет у нас заходить в небушко. Соответственно, его можно как бы вот опять же одним мазком, да, кисть приложили, побольше приложили, поменьше приложили, отпустили. Один раз. Ничего. Нормально. В небо он зайдет. Ты же все равно на краску накладываешь. В итоге получается, смотрите, мы сделали раз, два, три мазка. У нас уже сформировался дальний план какой-то. Можно было даже еще повыше их сделать. Ну, то есть, все равно какую-то художесть соблюдайте. Очень такой минималистический, но в то же время он, в принципе, понятный. Вот по большому счету, вот представьте вот этот лист там. Марина, вот ты смотри, я тебя вот умоляю. Ты все время приходишь дорисовать. Ты себе доверься. Ты сделай один раз. Ты очень, знаешь, как сказать, очень тщательно делаешь. Попробуй просто обмазнуть и расслабиться. Вот не доделывай, не доделывай. Далее, говорили, самое доделать. Вот подсохнет, потом доделаешь. Вы молодцы. Ну, вот стреляйте глазом один раз. Вот тоже уже вижу, что несколько раз, по-моему, подмазал. Вот тут вернешься. Акварель по-другому заходит. Вот она, вы потом почувствуете, когда вы один раз заходите, как она чистая, ложится. Вот качество акварели, как оценить. По прозрачности, так это по уверенности художника. Вот почему много, смотрю даже мастер-классов, ну, так вот моих коллег там, вот у них все равно не получается, как бы, чистая акварель, потому что они в себе не уверены. Они делают в итоге-то хорошо, красиво, но она робкая. Она знает, что вот я сделаю деревья, ну, раз подкрасит, второй раз подкрасит, там подкрашивает, подкрашивает, добавляет, добавляет, добавляет цвет. Ну, в идеале это нормально получается, но акварель-то получается, она вот такая аж мыльная становится. Один раз. Бумага не любит вот этой, вот возни. Провели, сделали. Все, молодцы, смотрите, уже, в принципе, уже что-то можно рассказать, нарисовать от маленького зайчика бегущего по полю, уже понятно. Дальше. Группа вот этих березок, да, у нас с вами есть. Уже немножко подвялилась, их можно сделать. Значит, они прозрачные. Соответственно, мы видим через них небо, сад. Вот, и немножко их сделаем, скажем так, ну, здесь по композиции они прям совсем от длины горизонта, но если мало места осталось, можно чуть ниже их начать, ну, чтобы поинтереснее было. Любой теплый, можно даже этим, но можно потеплее. Отличающийся, более теплый, чем этот. То есть, они еще ближе к нам. Так же, берем. Я, например, все время люблю одну и ту же палитру развивать, ну, чтобы была живописность. То есть, в этот же цвет что-то ты еще добавляешь. Соответственно, вся возня акварельная должна идти вот на палитре. Все, что ищете, смотрите по цвету с тем, что вы уже тут делали, как эти цвета сочетаются, что туда добавить. То есть, вот весь поиск цвета не в работе, потому что все начинают в работе потом искать. Вот добавляю, что-то не то, коричневый не такой, холод. Все решаешь на палитре, акварель, на бумаге. Не надо ничего доводить. Дальше. Тоже делаем, ну, тут за один мазок не получится, один-два, но характерных. То есть, соответственно, нужно просто сюда акварель ткнуть кистью пару раз. Соответственно, поскольку здесь уже история не горизонтальная, мы делаем это немножечко как бы сверху вниз. Не боимся. Вот, сделали раз, мазочек ткнули, два мазочек ткнули. Вот и все. Вот, учитесь ткнуть просто раз-два. Да, это как клякса. Но как только к ней появятся стволы, это будут деревья. Не бойся, не бойся. Вот и все. И второй раз, сделай пониже чуть-чуть. Все, молодец. Все, оставляй немножко подвялиться, потому что сейчас мы на какие-то детали будем не способны, но, соответственно, дальше. Вот передний план. Смотрите, в принципе, мы тут ничего не видим, здесь все сухо. Здесь все сухо. Но если прикидеться, там в далеке какая-то дорожка такая, видите, туда вдаль уходишь, тут какие-то следочки. Ну, то есть, нам все нужно теперь вот этот референс доделать до какого-то, ну, этюда, эскиза, картинки, я не скажу. Кстати, по цвету великолепно. Я вот смотрю, у тебя в далеке очень красиво. Вот. Работаем уже здесь с сухой кистью. То есть, весь мой прикол в том, что мы здесь, Вер, сделали весь сырой, по-сырому. Они сделаны по-сухому, то есть, нам нужно сюда добавить просто сухой, ну, скажем так, мы не будем рельеф прорисовывать, сухой фактуры чего-то там уходящего вдаль. Можно взять любой, как бы, любой голубенький-серенький. Единственное, что тут мне проблема будет, мне камера не даст кистью махнуть. Я не знаю, как снять. Сейчас попробую. Сейчас попробую отодвинуть ее. Но должен быть чистенький. То есть, это нюансные отношения в снегу. Ну, когда с серым не шибетесь, то серый холодный, серый холодный цветик. Так, друзья, которые смотрят на записи, чтобы мне махнуть кисочками, кисочка высокая не помещается. Соответственно, я немножко сейчас подниму. Возможно, резкость пропадет. Но ничего не поделать с этим делом. Значит, вот сейчас должна быть кисть сухая. Вот мы набрали, и вот вы ее так вот как бы на палитре избавляетесь от влаги, избавляетесь, чтобы у вас было, вот она вот, вы чувствовали, что она вот, пробуйте на палитре, пробуйте, 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 чтобы вот она была сухая, лишней влаги нет. Немножко по перспективе. То есть, нам нужно от крупного какого-то мазочка сбоку, туда-вдаль, увести какую-то дорожку. Едва касаясь. То есть, чтобы протереть вот эти полозья, снег, все остальное. То есть, ну, я не знаю, как получится. Идеально попробовать, конечно, на каком черновике. Ну, я буду надеяться, что все есть. Буквально одним мазочком, едва касаясь на выдохе, взяли вот так вот. Ну, вот у меня одним не получилось, там, двумя куда-нибудь, там, вот тоже не получилось. Ну, вот туда. Увели какой-то, так скажем так, снежок. Если что-то где-то не пошло не по плану, а? Да, я сейчас, это ноутбук так и будет. Пошло не по плану, можно дар мне немножечко, так сказать, подпромыть. Ну, вот туда. То есть, нам надо какой-то, соответственно, дать там, пока все чистое, убрать то, что нам не понравилось. Рельефчик. И я такой-нибудь с переднего плана еще вот тут подмазну что-нибудь. Такие какие-то полосы. О, вот у тебя хорошо получилось. Это листа. То есть, всегда все начинаем из-за листа. И смотрите, чтобы опять же это превратилось в поле, теперь берем то же самое какое-нибудь охрочки сухой. Буквально вот эту же грязь. Немножечко. И вот смотрите, где-то на границах вот этих пятен, ну, как бы из этого нужно поднять несколько травинок буквально. Ну, вот так вот там. Вот смотрите, как минимализм начинает работать. Ну, только вы так деликатненько, сухой кисточкой. Вот так вот. Раз, два, три. Вот я так по своей работе смотрю. Чуть-чуть влажная. Вот это хорошо. Но поскольку у нас береза, что у береза важное? Чтобы стволы были белые. Соответственно, берем мастихин, берем какой-нибудь. Нам нужно снять пару стволиков. Там раз, два, три, четыре, пять. Но можно тоже сделать несколько, как бы, светлых, таких каких-то историй. Крупных. Пока свет снимаем, соответственно, потом к нему, к этому свету добавим просто черноту. Держите инструмент. Сейчас еще дам парочку. Вот, сняли свет основной. И, в принципе, в принципе, можно уже даже сейчас, можно даже вот этой кистью. Только надо очень так, сухенько. Сухенько. Берем черненький. Ну, совсем можно не черный. Может, черный с коричневым. Черный, чтобы будет немножко неорганично. Вот мы сейчас эту медленно делаем, вторую мы будем быстрее. Просто я вам объясняю, как бы, ход. Вот так. Ну, нам нужно, соответственно, превратить этот березу. Очень сухо. Вот, опять же, очень сухо. Сейчас, фактически, графика идет. То есть, поверх вот этой цветной. А, они не тоненькие. Не-не-не, тоненькой, как бы, нет. То есть, мы сначала прям берем толстую. Я все равно хочу, чтобы научились махать одной кистью. Вот, тот же Илья Ибряев, мне нравится, я смотрю мастер-классы иногда. По 13 кистей за одну работу использует. Ну, как, понятно, что у него для каждого свой эффект. Но, думаю, а надо ли вот это вот, как бы, когда можно сделать, в принципе, ну, и меньшим количеством. Но это больше, знаешь, ну, игра такая. То есть, вот это, для этого, для этого. То есть, повторить невозможно, потому что ни у кого такого набора нет. Вот, ну, прикольно. Так, значит, свет оставляем. Берем к этим нашим белым, добавляем просто немножко такой березовой фактурности. Аккуратно, деликатно. То есть, смотрите, не прямо вот закрашиваем, да. Чуть-чуть добавляем немножко черненьких пятнышек. Березки, они уже, вообще, их ткни чуть-чуть на беленькое. Сразу понятно, что это березка. То есть, к этому светлому мы добавляем низ, и на светлое добавляем несколько черненьких пятнышков. Ну, как-нибудь, снежок их поставили. В принципе, в идеале-то подсушить, но можно попробовать и по черному. Ну, и сделать нужно несколько таких горизонтальных мазочков, чтобы у нас веточки были. Можно сделать их, знаете, как даже на сухом месте. То есть, вот мы где-то здесь добавили черноту и какие-нибудь парочку. Пусть все основное пятно будет обобщенное. То есть, мы мелкие ветки не прорисуем. Где-то в сухие места добавили парочку вот веточек. Может, даже на край. Даже можно покоевые какие-то тоже чуть-чуть царапнуть. Все. Больше ничего тут делать не надо. Я сейчас подопущу. Подопущу, чтобы он не потерялся. На край можно сделать вот теперь вот в этой стадии, когда уже совсем подсохло. Где-то вы добавите, кто хочет, контрасты небольшие. Усилить отношение между, например, дальними деревьями и снегом. Где-то немножечко, чуть-чуть дописать. Можно там добавить вдалеке пару каких-нибудь веточек. Хотя, в принципе, это уже лишнее. И в той минимальности это было уже достаточно. Делать, ну, там, не знаю, пару живых травинок можно кисточкой куда-то ткнуть. Хотя, в принципе, кисть сделала это лучше, чем мы делать будем это ручной. Потому что рука, если она будет неуверенная. Все. Вот она, простецкая зима. Следующий сюжет. Все то же самое. То же самое полюшка. Все просто. Только теперь мы будем делать еще побыстрее. В референции на экране небо слишком светлое. Вот есть где распечатанное, там и здесь. Оно немножко все-таки похолоднее. Ну, вот она у нас есть. Лучше исходить в вариант, чтобы у нас белое все-таки оставалось вниз. Здесь композиция почти посередине делится. Но мы опять же оставим передний план под полюшкой чуть поменьше. Поменьше. Поменьше, да. Смачиваем макушечку. Работа. Ну, почти до середины. Смочили. То есть вверх начинаем. По срому вниз оставляем. Оставляем светлое. Но сейчас покажу немножко по-другому сделаем с вами. Все. И даем красочке опять же чуть-чуть впитаться. То есть сразу не надо кидаться. Сразу не надо кидаться рисовать. Потому что бумаги надо пожить. Так. Так, так, так. Чтобы нам было поинтереснее. Значит, делаем небо двумя мазками. Чтобы была у нас уже история более сложная. Значит, просто развели цвет. Первый закрываем. Как вот мы закрываем. На ширину кисти. Ну, взяли один раз, закрыли небо. Второй. Уже в этот цвет нужно добавить еще немножко водички. То есть нам нужно сделать, чтобы было такое подрастяжка. Тот же самый цвет, но пожиже. Пожиже. Чуть-чуть. И его, соответственно, весь закрываем почти до середины. И доводим прямо до той границы, где сухо. Хочется получить границу между сухим и сырым интересную. Вот здесь все равно у тебя получилось. И на весь таком пусть будет. Ладно, поле. Полюшка чуть больше должна быть. Все-таки не посередине. Ну, как бы оставить. То есть фактически это уже рисующая линия. Ну, ничего, мы подкорректируем его и не сделаем. Все. Да, на половину. На дальнем, говорю, на том референции плохо видно. Наверное, здесь видно, что лесочек у нас где-то вдалеке будет маленький. Там, вдалечочке, да. А здесь будет такая достаточно насыщенная история. Соответственно, дальний, холодный. Можно, опять же, как в прошлой работе, там какой-нибудь синий-фиолетовый с каплей коричневого на один мазок его буквально. Я почти фиолетовый беру с коричневинкой. Его сажаем так, чтобы его небо не съело. Ну, то есть чуть ниже вот этой вот границы примыкания. Вверх у нас будет, соответственно, вверх в сырое, а низ в сухое. И буквально одну треть. Единственное, что хочется, чтобы там все-таки был какой-то рельеф похожий на деревья. То есть, опять же, вот один мазочек, который немножко чуть повыше, чуть пониже, чуть повыше, одной линией. Сразу нарисовали вот какие-то макушечки деревьев. Легко. Смотрите, кисть не поднимай. Смотри, девчонки, в чем как бы нюанс? Вот вы начинаете кисть, вот я на скотче покажу, вводить вот так. Вы кисть ведете вниз, у вас идет по прямой. Чтобы получить рельеф, разно вы кисть опускаете и поднимаете. У вас получается, в итоге нижняя линия идет ровно, а за счет верха вы корректируете. То есть, вам легче будет. У вас тогда не надо второй раз подрисовывать. У вас получается нижний рельеф интересный. Ну, как бы вы сразу получаете. А верхом вы формируете макушки. Ну, то есть, это одна линия. Это, опять же, минимизирует. Тащит еще. Вот, видишь, молодец. Боком. А вверх ты можешь гулять, прямо опускать до глубины, до высоты. Вот эти плоские кисти, они идеальны в этом решении. Вот. Все, положили дальний. Один мазочек. Дальше. У нас такая группа, соответственно, тут таких заснеженных деревьев. Заснеженных деревьев. Нам ее хочется сделать поинтереснее, поэтому мы сделаем не одним цветом, а мы сделаем, например, двумя-тремя цветами, но чтобы больше живописности нам развивать некуда. Начинаем с более дальней истории. Сначала сделаем какую-то подложечку, в которую воткнем потом эти березки, сосенки или елочки. Вот сейчас фактически сделаем весь рельеф, силуэт, скорее всего, этих деревьев, внутри которых мы еще что-то там добавим, какую-то разницу. Они у нас идут, ну, широко. То есть вот здесь вам придется прям не побояться на всю ширину кисти. Вот взяли и, ну, соответственно, низ под обрубим. Вот прям кисть поставили, как я говорю, низ, ну, поставили только низ на сухое. Это, ну, сколько много. Да, много. За один раз, смотри. Низ прям широко отведешь, опустила ее, подняла. Снова, смотрите, вот, чуть вниз рельеф подняла. То есть вот одной линией получаем сразу красивый силуэт дальних деревцов. Только не бойтесь цвета, не надо вот себя все упрощать на хроматическую палитру. Опять же, очень много акварели, сейчас смотрю, все в сериатинку сводит. Не бойтесь цвета, акварели там, потом высохнет и так будет бледная. Мазнули чего-нибудь яркого туда и все. Вот я зеленый с фиолетом смешал. Значит, усложняем просто вот это пятно. Где-то в него, мы же его сделали разные, вводим, опять же, не вырисовывая елки, не вырисовывая что-то какое-то, просто вводим какие-то пятна. Смотрите, просто добавляешь цвет, раз цвет, на границу цвет, цвет. Вот прям свели их, цвет в цвет, цвет в цвет. Сунули туда холода какого-то. Ну, то есть так, чтобы это было живописно только. Интересно. Мне кажется, у меня все высохло. Ну, ничего страшного, пока не вижу ничего плохого. Ты же смотри, будешь цвет вводить, пусть у тебя верх будет сухой. Сами-то масса деревьев все равно мокрая. Она все равно мокрая, и туда добавляешь. Теперь туда хочется что-то теплое ввести. Понимаете, какие-то вот макушки, каких-то деревьев, там, березки, я не знаю, ивы. Они могут быть немножко такие даже фиолетово-коричневые, оранжевенькие. И даже зимой что-то просто просвет. Потому что к этой холодной массе чего-то добавить теплого. Такого, скажем так, провокационно теплого. Вот буквально опять же смотрим, куда добавить. Потому что это же деревья, а деревья это всегда интересная история. Вот так вот, чуть добавили. Чуть добавили, вот и все. Дальний план, ничего не вырисовываем, но получаем уже как бы такую древесную. Потом, может быть, мы как у деревьев сверху одно нарисуем, которое на дерево похоже. Опять ты топкаешь, что ты мокаешь? Когда ты думаешь, бросаем, вот это дело подвялится немножечко. Дальше, смотрите, у нас передний план прикольный. Там что? Там поле. Поле, с которым скосили когда-то, что там скосили? Какую-то там рожь, пшеницу. И торчат вот эти вот организованные как бы полосы. Вот эти вот охристые, да, через голубое. И где-то, значит, пробивается этот. Значит, пойдем по пути, как в предыдущей работе, когда мы будем просто сухой кистью заводить. Но, чтобы у нас не получилось сухо, однообразно и, ну, даже в такой маленькой работе и скучно, мы вот эту базу немножечко подмочим. То есть, что нужно сделать? Нужно кое-где, мы будем делать так, чтобы кисть наша не могла все по-сухому проесть. Мы возьмем водичку чистенькую и, например, вдалеке чуть-чуть где-то просто делаем полосочку мокренькую, да. Вот, и здесь где-нибудь, например, делаем какую-нибудь диагональную. То есть, не параллельно листу, а где-то немножко вводим туда водичку. Основная масса сухая, но где-то подмочили. Для чего? Для того, чтобы получить эффект, так скажем, такой случайной акварели. Ну и теперь заводим цвет вот этой вот, он почти оранжево-желтый, светлой охры, теплой, торчащей вот этой вот травы. Травы какой-то в поле. Можно прям оранжевый с охрой какой-нибудь смешать. Вот сухой кистью, можно даже под тряпочку ее. Параллельно листу просто делаем полосатость. Вот, вдалеке поменьше, то есть, с просветами, то есть, поле, оно же неровное, да. То есть, передний план, например, чуть поплотнее прошли, вот, черканули, да, какие-то следы. Вдалеке можно чуть поменьше это дело. Вот, раз, два, три. Поскольку здесь сочетается в сырое, в мокрое, оно само разойдется так, как будет поле. Мы получим вот эти полосочки где-то, где-то они соединились, где-то они получились у нас немножечко обобщенные, где-то, например, отлично. Единственное, можно было, по цвету, в принципе, красиво, еще теплее даже, как бы желтиночки такой. Ну, хорошо. А очень густо. Смотрите, опять закрашиваем. Вот горизонтальный, берем какой-нибудь коричневенький, сделать пару, вот, а, видите, такая целая почка, дорожка какого-то бурьяна. Также сухо, 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 сухо набрали, и где-то его немножечко здесь, мне опять камера не дает, я что-то сдвину, поднять сухие травинки, опять же, из пятна. Где-то вот эти гранички, то есть, сухое, аж поле, вот, тут ткнули, там ткнули, полюшка. Все очень просто. Вот они, маленькие цветные картинки. Маленькие цветные картинки. Вроде действий мало, а выразительности много. Смотри, как у тебя красиво здесь по цвету получилось. Вот, значит, на стадии, когда мы идти, мы отвлеклись, уже подвялился вверх. Вот если сразу на нем делать, у нас ничего не получится. Там, что, там, опять же, далеки березки, какие-то деревца, подсвеченные снегом. Не рисуем их ничем, просто снимаем где-то красиво светленькие стволики на темном. Мастихином где-то делаем пару таких вот веточек, простенько. Можно мастихином даже поцарапать где-то травинки на травинках, но я думаю, что там лишнего не надо делать. Вот и все. Хотите сделать более, как бы, сложную, можно немножко какую-нибудь березку, вот, отдельно оторвать от всего. Я опять вот возьму, что на палитре осталось. Можно, например, где-то сделать более сухенькую над этой историей, такую вот какую-нибудь, что-то протереть, такими прям сухими уже, когда, ну, чтобы разница была по тону. Ну, и взять какой-нибудь лайнерочек и сделать пару, пару мазочков к ним, каких-то живых таких веточек. Не все прорисовать, а буквально где-то в просветы дать. И где-то на основании, где вот эти кусты начинаются. Все, ничего лишнего. Все просто, вот я даже так вот так... Просто, по-зимнему. Кстати, верхняя уже подсохла, смотрю, даже вполне целенько получается. Любой серый. Вот все, что есть, я даже вот опять-таки сделал, чтобы палитры побольше было. Чтобы прям было... Вот это или вот это? Вот это. Вот это. Прямо, чтобы было видно грязь, вот эта грязь с палитры, как можно использовать. Так, смачиваем только макушечку. Вот берем кисточку. На ширину кисточки только смачиваем вот вверх. Все остальное сухо у нас. Смочили. Смочили. Вот вообще делаем за одну минутку. За одну, за пять. Голубой какой-нибудь, с серым. Один мазок делаем в дальний лес. Не дальний лес, дальняя немножко за лесом. Не бойтесь экспериментировать с цветами, чтобы даже вот эти все работки были у вас интересны и по цвету. Пробуйте всякие варианты, когда у вас еще будет возможность попробовать свои краски в смесях. Как они себя ведут. С голубым, с серым. Посмотрели, как интересно. Что сделать. Один мазочек. Один мазочек на полкисти. Вот провели серятинку туда. Воткнули. Дальше. У нас такой лесок, он немножко как бы на пригорочке. Один будет чуть ниже, другой будет чуть дальше. Соответственно, который дальний делаем коричневым с фиолетовым. Можно с него начать. То есть, это история более холодная. Более холодная. Коричневый, какой-нибудь фиолетовый или там что-нибудь бирюзового туда в него воткнуть. То есть, похолоднее. И как мы с вами делали? Как мы с вами делали? Прям взять его, не побояться. И одним мазочком кисть поставили. Провели. И немножко нижний рельеф прорисовываем, чтобы прям был такой шашал. И чуть наверх. Вот сделали. Мазочек один. Можно, чтобы было поживописнее, низ вторым чуть фиолетовым, например, каким-то темным затенить. Вот так вот, чтобы было. Один мазочек в углу. Это вот те дальние. Прям провели макушечку. А эти, они немножко как бы теплее. Деревца. То есть, во все это можно добавить просто каплю оранжевого. Каплю оранжевого. И он сразу даст вроде оранжевый с фиолетовым, а даст красивый древесный цветик. И потеплее. Но на палитре должно быть опять же вот, чтобы было видно, много света. Картинка маленькая, а света в палитре много, чтобы на кисти было много. И смотрите, вот эти деревья, они такие достаточно массивные. Низ у нас сухой, вверх мокрый, чуть ниже дальних. То есть, эти вот эти, значит, здесь начинают одни буквально вот таким каким-нибудь движением. Тут повыше, чуть пониже сделали вот эту историю. Все. Раз, два, три. Три мазочка. Где пошло не так, можно что-то подснять поинтереснее, чтобы был рельефчик. Дальше. У нас с вами внизу что? Маленькая речушечка красивая течет. Значит, чтобы речушечка получилась интересная, что нам надо сделать? Нам надо ее сначала водичкой нарисовать, чтобы вы не шлились. Только вот опять же, не налить лужу. Можно сразу по-сухому сделать, но лучше водичкой, чтобы было поинтересней. Берем просто в чистом сухом поле, берем водичку и рисуем вот уходящую туда, но поскольку у нас поуже, уходящую вот эту всю водяную историю водичкой. Прямо без пигмента, да? Без пигмента, чистой водой. Просто смачиваем поле, куда у нас дальше не побежит цвет. Дальше берем цветик. А у нас отражение, то есть у нас вода состоит из отражений чего? Неба и деревьев. У нас есть это на палитре? Сохранилось? Сохранилось. Соответственно, начинаем тогда с отражения неба, которое у вас есть. Взяли то, что осталось от неба. От неба. И вот теперь очень важный такой момент. Вот это надо будет сделать так, чтобы оно зашло вертикально. Да. То есть вот вы в ту историю, которую вы сделали, вы прям берете этот цвет и заводите вот такими вот вертикальными небольшими плоскостями. Пока силуэт не смотрите. То есть в цвете их затягиваем. Вот у нас речечка вертикально пошла. Мы как бы сделали тон. Дальше теперь берем цвет вот этих деревьев, которые у нас остались. И соответственно, но его начинаем чуть-чуть выше. То есть мы его начинаем, чтобы у нас была большая граница. Чуть-чуть выше. То есть вот как бы делаем аборис той же реки и немножко закидываем. Поселуэт примерно симметрично тому, что у нас есть. Почему выше? Чтобы граница между, скажем так, водичкой и была четкая. Вот мы немножко туда вели. Вот и все, вот уже отражение. Уже получилось отражение. Хотя мы сделали вот всего лишь, всего лишь чуть-чуть. Можно, чтобы не убегало. Опять же, сухой где-то подснять. Подснять. Вода же хорошо и легко пишется. Ты что, ты какую-то маленькую ручушку сделала? У тебя совсем какой-то червячок. Ну, а ты сделала ее, наоборот, более плоскую. То есть ее как бы разверни сюда. То есть тебе никто не мешает обыграть композицию. То есть когда у нас более горизонтально, вы можете вот, как я взял, дорисую сюда. Веди ее сюда. Веди ее сюда. Вот и все. По идее, водичка, ну, она легко пишется. Да. Уже увести ее сюда. Да. Красиво можно делать минимально. У тебя, кстати, очень красиво по цвету. Не потеряй вот эту прелесть. Серый очень красивый. И вода красивая. Дальше, смотрите. С водой разобрались. Мы потом туда контрасты ведем еще под берег. Но нужно, чтобы подсохло. Сейчас сразу сюда темное везти. Ну, погубим. Но мы на нее смотрим. Нам нужно еще сделать плоскость воды туда. Немножечко загнать, как бы, мастихина. Но чуть-чуть попозже. Дальше. Теперь нужно решить что-то со снегом. Снег же не может быть пустым. У нас есть там толщинка снега. Поэтому мы берем с вами, ну, такой легкой, так сказать, плоскость. Обобщим, пусть это все будет светлой у нас. То есть освещенное обобщаем до белого. А чтобы был объем, ну, светло-серенько-голубенький такой. То есть что-то с такой или с сиреневатостью, немножко, или с голубоватостью. Чтобы у нас цвет был чистенький. Опять же, цвет снежка какого-то. Цвет снежка. Что делаем? У нас эта речушка, она же там где-то у нас продолжается. То есть мы вот она там, вот, видите, так вот, что-то завивается. Но вот мы теперь этим снегом, как бы, не речку, а просто делаем какой-то мазочек, туда уводим. Вот, легенький. Вот туда увели речушечку. Здесь у нас толщинка берега, мы видим снег. Но нужно так, чтобы у нас белое сохранилось. То есть, смотрите, девчонки, нужно будет аккуратненько. Аккуратненько просто сделать здесь пару каких-нибудь мазочков таких вот. Но не доводять его прям до цвета, до цвета воды. Ну, здесь, например, толщинку снега сделали, одним мазочком буквально, как у нас по речке. Ну, можно сделать где-то на берегу еще пару... Что-то я в грязь куда-то влез. Пару каких-то таких тут, что-то там, видите, то ли рельефчик такой, то ли еще что-то сделать. Ну, чтобы не было много белого совсем. Мазнуть. Очень простой такой минимальный. То есть, чтобы у нас была вот эта вот игра белого и темного. Ну, и вот где-то у нас получилось. Буквально просто так вот подводим. Вот эта сухая кисть позволяет нам делать такие вот буквально плоские. Ну, вот как там, видите, такие под берега, где-то под снежок. Что вот у нас снег, он такой контрастный. Где-то вот под бережок немножко тени добавляем. Смотрите, как вода сразу начнет играть. Насыщенность вот этой. Ну, здесь немножко подтянили. Раз, два, три мазочка мазнули. И пока водичка сухая, нужно на ней пару делок плоскостей. То есть, берем мастихин и где-то вот подснять. Буквально вот так вот немножечко где-то граничку вот эту. Вот даже в таком, я сейчас опущу, в таком минимальном пространстве можно сделать целую какую-то такую, целую историю. Так, дальние деревья. Опять же, если что-то подсохло, берем мастихин, делаем парочку там легких движений. Если слишком сухо уже, можно взять кисточку и нарисовать пару стволиков. Но опять же, не все березки прорисовываем. Где-то, буквально, которые ближе к нам, там ткнуть несколько. Но, чтобы было понятно для визуальной привязки, что это все-таки какие-то деревья. Ну и, соответственно, вот это дело можно отразить. То есть, если вот у нас там есть пару стволиков каких-то, то можно их вот сюда, водичку отразить. Тогда будет более такое ощущение, что это зеркальность. Можно даже немножко отражение снять снега. Так, отражение снега. Ну и, если хотите, можно воткнуть туда пару живых деревцов, там, я не знаю, или елочку какую-нибудь, чтобы было поинтереснее, опять же, дальность. Когда уже подсохла, любым цветом что-то, что-то конкретизировать. Подробный рассказ, как вот сюда воткнуть еще что-нибудь. Форму, пятнышки какие-то. Можно просто, опять же, не прорисовывая что-то, а вот какие-то пятна добавили, можно их отразить. Чтобы просто поинтереснее было. Единственное, что можно, опять же, кто хочет, и чтобы не спорить, там такого нет, но я всегда люблю на передний план какую-то траву посадить. Ну, то есть, вот этот вот опять сухой коричневый сыржем, вот здесь вот взять какую-нибудь травку вот сюда, такие воткнуть травиночки у воды, где-то вот здесь может быть. То есть, ну, что такое законченная история была. Ну, это так уж надо, руку куда набьете, чтобы у вас прям травинки были. То есть, вот получается прям пейзаж, пейзаж мастерский, когда вот что-то сухое, и пара склоняется к воде. Вот так вот. Законченная история, законченная. То есть, он даже в такой вот маленький, он получается законченный пейзажик. Даже можно вот скотчик снять. Сейчас сниму. Вот молодцы. В принципе, смотрите, мы за час сделали три маленьких этюдика. Умнички. Это уже гораздо продуктивнее, чем на прошлой неделе. Сейчас пойдем дальше. А сейчас пойдем дальше. Знаете, мы как сделаем? Мы теперь вот эту работу нашу поделим на две части. А у тебя уже, тебя уже хорошо. Чтобы у нас формат чуть-чуть рос. То есть, на маленьких вы уже, в принципе, выкладываетесь хорошо. Молодец. Молодец. Чуть-чуть может быть. Поскольку у нас картинка большая, сделаем мы даже чуть ниже. То есть, земли делаем меньше, небо делаем больше. Смачиваем. Смачиваем. Так, ну хорошо, подверлилась вот чуть-чуть маленько. Так, ну что? Небушка, опять же, затягиваем. Только смотрите, вот здесь теперь уже другая ситуация. Здесь мы уже не будем, поскольку формат большой, соответственно, мы не будем уже небо затягивать всем горизонтом. Мы его затягиваем там, где мы его видим. То есть, мы небо делаем, оставляя, чтобы у нас был красивый. Как задний план. Как задний план, да. Передние деревья, мы все-таки... Да, нет, передние. То, что просвечивает, закрываем. А вот задний мы делаем по силуэту деревьев. Потому что на маленьком формате мы можем себе позволить просвечивание вот этого. А на большом уже нет, уже будет видно акварель, уже будет пятно другое. Поэтому мы затягиваем его. Вот прям я взял какую-то грязь на палитре, ничего не делая. Но верх можно, соответственно, просто закрасить. Верх закрасить до серединки несколькими мазками. А серединку, соответственно, просто сделаем, как у нас дорожка идет, куда-то до серединки. Вот у нас... Вот оставили какой-то такой рельефчик. То есть, сразу сделали под деревья. Для чего? Для того, чтобы сохранить потом чистоту. Ну, может, эту границу даже немножко там подсмазать. Она, в принципе, нам неинтересна. Вот так вот сделали дальний. Набираем цветик. Смотрите, здесь хитро. Здесь дальний лес, он не холодный. Он в свету, да? Но он должен быть интересный. То есть, нам нужно получить границу. Вот эти деревья будут какие-то более насыщенные. Дальние, как бы легкие. Ну, охас оранжевым, что-то такое. Ну, немножко можно каплю фиолетовую погасить. То есть, набираем красивые цветики. Почему не спешим, чтобы у нас акварелька, она любит все-таки, когда вот... Движений вроде мало, но ей надо дать пожить немножко. Ну, что-то охру делали, каплю оранжевого завели. Старайтесь прямо вот на свече, на живописное. Я хочу, чтобы вы научились не бояться цвета. Намешали. Все равно акварель высохнет, будет блеклая. Намешали. Намешали. Сделаем там, ну, скажем так, три слоя, например. Раз, два, три. Обобщи немножко планчик. То есть, вот какой-то у нас вдалеке. Можно пока все одним, мы просто изменим. Вот дальние деревья. Один мазочек. Дальние. Вот у нас там дальняя группочка пошла, да? Дальняя пошла. Ну, можно чуть у него добавить какого-то оттенка. Я поярче что-нибудь возьму. Следующие. Они у нас на право и на лево идут одинаково. Прямо вот взяли кистью большой, не боясь. Вот так вот взяли. Вот так вот. В одну сторону. И здесь какую-нибудь другую. Сочно. Жирно. Смело. Ну, туда-сюда мазнули. Когда уже такие форматы побольше, мы можем уже живописное добавить. То есть, теперь можно сюда, например, ввести еще какие-то оттенки. Ну, наверха, например. Или более темные, или более холодные. Смело. Ну, что ты боишься? Тащи! Молодец! 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 Все, не бойтесь. Как прописи школьные. Какой-нибудь цветик все сюда добавили. Добавили. Тащим. Не бойтесь цвета. Может даже какие-то сразу намеки на зеленые елочки туда добавить. В одно общее пятно. Потом это будет можно на детали заводить. Сейчас это уже просто закинуть на уровне каких-то цветовых решений. То есть, вот здесь зеленый какой-то торчит. Здесь какой-нибудь зеленый торчит. Ну, так. Чтобы не убежало где-то подснять. Потом, когда подсохнет, мы сделаем второй слой вот этих уже деревьев, которые большие. Их прорисуем, чтобы нам получить что-то поинтереснее. Можно где-то сухой кистью немножко воздуха между ними протереть. То есть, вот когда большое пятно, можно немножко вот так вот здесь что-то потеснять где-то. Чтобы это красиво зашло. Чтобы это красиво сделать. Что надо сделать? Нужно подмочить в двух местах, где у нас вот эти, вот видите, лужи. То есть, мы сейчас берем, пока траву не делаем, чистая водичка, делаем две лужи. И у нас лужа там, где-то в далеке, лужу подмочили. И на переднем плане, вот здесь она такая побольше. Подмочили. На просвет посмотрели, что-то там подмочено у нас. А дальний план, он пока живет своей жизнью. То есть, дайте акварели самой что-то порисовать. Пусть она где-то там что-то порисуется. Достаточно насыщенная. То есть, это, представляете, это как бы такая вот слякоть, грязь, которая под снегом смешалась. Там чернозем дорожный, все остальное. Можно синий, с коричневым, каплей фиолетов. Тут насыщенно, ярко. Мешаем какой-нибудь цветик. Нежидко. Нежидко, чтобы у нас был пигмент, с которым можно поработать. Так. Вот она такая, грязюга. Ну, красивая должна. Грязюга, но красивая. И вот, смотрите, нужно нам ее будет чуть-чуть, как бы, видите, двое, два, скажем так, ну, полозья. То есть, машина ехала, там, две такие колеи. Значит, чтобы было вам проще, сначала сделаем горизонтально. Сначала сделаем вот эти лужи. Где у нас лужи? Просто там, где вы махнули, делаем разомазочек. Делаем, например, здесь два мазочка. Вот мы сделали сами вот эти вот сырое, прям где-то мы подмочили лужицы. Ну, может, еще подмочить. А потом нужно просто их соединить торцом кисти. Ну, знаете, как мы соединяем? Мы как бы делаем немножко как протектор такой. То есть, мы вот этой кистью так, вот так вот, прям сюда. Вот что-то машинка тут проехала, грязь получилась у нас. Дальше у нас там на горочку поехала, в другую сторону с лужи выехала. Там где-нибудь, ай, у меня камера опять. Камера не позволяет мне кисточкой играть, как хочешь. Я тогда чуть повыше подниму. Здесь, например, у нас туда вот так чуть-чуть уехал протектор. Ну, то есть, мы вот как бы грязь раскидываем по обочинам. Ну, вот она, машина где-то. Только смотрите, сухо. То есть, где-то в сырое оно прошло красиво, разошлось. Где-то сухая грязь. Да, то есть, чтобы у вас был как бы, ну, дорога, она туда-сюда вот как бы едет. Вот она куда-то туда извивается. То есть, вот она может тут застрял где-то машинка. А здесь вот еще какие-нибудь заезжал, кто-то буксовал. И вот она, когда, смотрите, чернильное пятно на белом цвете, на белом цвете, дает сразу какую-то графику. Учитесь графично красиво работать. У тебя по цвету очень красивая дорога. Теперь надо сделать красиво как бы к ней графику. Ну, просто же все. Ну, просто же. Всегда говорю, что кварель штука на самом деле простая, когда ты ничего не делаешь лишнего. Ну, и дальше что? Дальше трава у нас везде сухая растет. Все то же самое, как я делал на предыдущих работах. Ищем фактуру серенькую, охорочку какую-нибудь. Опять же, что осталось на палитре. Значит, вдалеке она, видите, под деревьями очень плотно идет. То есть мы не видим особо разницы. То есть там можно все просто закрыть цветиком горизонтально немножко. Ну, или так вот, прифлев. То есть вдалеке... А, посушием. Немножечко вот ее так вот под деревья туда заводим. Но не везде, потому что где-то трава. А сблизи у нас травинка, здесь, где же границы, мы прям можем так даже поднять, на дорогу заходят. Тут какие-нибудь травиночки. Здесь вот по границе. То есть учитесь кисточкой работать как графиком, как карандашом. Вот здесь как раз такое сочетание пятна акварельного и сухой график. То есть сидеть вырисовать каждую травинку нет никакого смысла. Кисть вам все позволит сделать. Только смотрите, наклонили ее немножечко, как бы вот подсмазали. Не бойтесь. Можно даже вот этим коричневым где-то немножко даже ввести еще в саму. Хотя мне нравится, в принципе, это клякса дорожная. Очень мне нравится. Получилась по цвету. Ну, травиночки кистью поторкали. Очень получается живенько. Какой момент такой? Нам нужно их положить над, над. То есть надо, чтобы был просвет между дальним деревом и небом. То есть если мы сейчас будем все закрашивать, мы потеряем вот эту прелесть. То есть мы должны вот этот воздух сохранить. Они, знаете, как бы такие. Вот мелкие веточки, они соединяются в общую, они по ореолу дерева, а внутри дерева все равно просветы. То есть учитесь как бы разделять его. То есть это березка внутри. То есть мы делаем как бы вот на небушко сухой кистью какие-нибудь такие вот, оставляя здесь светик. То есть вот сделали какие-то тут пятнышко, например. А эти березки у нас даже прямо такие совсем большие. Ой, опять у меня кисть не помещается. Легонечко. Да как хорошо, что сухое. Мы уже можем прям веточки делать, вот дефактурные. То есть мы же их видим тут. Ну где-то. Ну если хочешь, можешь подсмочить. Может я вижу, что твою бумагу не знаю. У меня так наоборот все еще очень все живое. Вот. Все. Теперь это дело, когда уже подвялилось. Снова берем опять наш мастеринчик. У нас там березки, там березки, там березки. На темном фоне снимаем несколько групп светлых стволов. Сухо? Уже сухо? Если сухо, ничего страшного, значит будут не березки, будут осинки. Вот эти прямо насквозь. Я-то все время смотрю, вы видите, девчонки, на свою работу. Мне как бы, я по своей ориентируюсь. Но у вас еще баланс воды немножко как бы теряется. Веточках сюда. Где-то в просветике, чтобы это превратить в деревья. Ну, дайте пару куточек, добрый человек. Смотрите. Ветки в основном рисуем до. До пятна. То есть мы как бы видим на границе, знаете, как вот низ толщиночки деревьев. Ну, на фоне массы, ну не листвы, а веток, там ничего не разделяется на отдельные формы. Все сливается. А когда низ, например, отдельные кустики, мы можем где-то прорисовать. Ну и где-то отдельные веточки может вывести лесные. Лес же вообще классно писать. Пятно мазнул, к нему пару палок воткнул. Вот у тебя получилась уже лесная история. Минут. Все. Вот закончили. Я, например, всю эту работу бросаю. Больше с ней ничего не делаю. Она меня устраивает. Она яркая, тепленькая. Снег, видите, он не проработан у нас. То есть мы не стали даже на нем рельеф искать. Потому что кляксы и трава, они нам и так показали вот этот неровность, рельеф. А у кого получилось, у кого получилось, у кого-то не получилось. Немножко красненького от этого. И где-то, например, водичку здесь чуть-чуть добавить где-то. Ну, как будто он там что-то отражается. Все. С этой историей закончили. Не дам вам даже передыха. Так. Ну, чего. На одну треть все-таки немножко смочиваемся, чтобы небушка была мягкая. То есть всегда хочется получить какую-то акварельную историю в начале. О, какие грязные. Не хотел, я буду поменять. Да я уже влез в грязную. Ну, ничего. Чуть-чуть смачиваемся. Зато видно на видео, где смочили. Смочили немножко. Немножко. И далее чуть-чуть подвялиться. Пусть подвеливается. У меня такая грязная палитра, что у меня чистые голубенькие не получится. Мыть ее не хочу. И прям, можно, знаете, такую прям растяжечку сделать простенькую. То есть сверху понасыщеннее. И к сведению водички доводим... Правую нишнюю. Вот так и водичкой смочили. Немножко подтонировали вот эту голубую историю. Ну, вот она у нас. Сегодня небушка такое без облачков у нас везде. Чтобы не тратить нам на него силы. Смот. Мазнули. И у нас интересный момент. С речушкой уходящей за поворот. За поворот. То есть она туда за поворот как бы уходит. Значит, сейчас нужно будет сделать дальний берег. Вот тот дальний. Там, где вот какой-то там что-то тоже лес и все остальное. Цвет можете брать любой из предыдущих историй. Фиолетово-синим. Коричневый. То есть он дальний темный. Вот он там вдалеке как бы. Дальняя-дальняя-дальняя такая история. Я вот прям... У меня все что-то с палитры осталось. Зажалей, но вот цвета брать. Единственное, что смотрите, как сделать. То есть нам здесь нужно будет красивые яркие места ставить для вот этих вот деревьев на переднем плане. Поэтому мы этот дальний план с вами что делаем? Разрываем. Он горизонтально идет. И правая часть чуть выше. То есть вот мазнули цветиком, пропустили и мазнули. Вот так. Вот мы сделали буквально одним мазком всю дальнюю историю. Одним мазком. У нас какие-то интересные деревья. Я даже не могу понять, что там с ними происходит. Почему на них вот это оранжевое? Что это такое? Листва, не листва? Это цветопередача. Что-то, что-то такое. То есть, в общем, там какие-то деревья, но теплые. Это и хорошо, что теплые, чтобы там потом было интересно поиграть с отражениями. Оранжевый, сахар какой-нибудь, может, капли коричневого. То есть нужно два цвета сделать. Мы сделаем вот это нижнее яркое, и к ним потом посуши как бы верхнее, тепленькое. Ну и где у нас эти цветики идут у нас? Они у нас идут, смотрите. Что-то идет на белое, на берег. Что-то идет на небо. Соответственно, ну вот он у меня сработает. Мы так и заносим. Прямо вот берем, так, чтобы нас отмазнули сюда пятнышко. Дальше у нас здесь посередине широко отмазнули пятнышко. Не прорисовывая. Низ можно рваненький оставлять. Ну что, видите, какой-то рваненький, рваненький, рваненький такой, да? Рваненький, рваненький. И где у нас еще этот рыженький идет? И им немножко как бы можно сделать, вот, ну скажем, там же вот этот дальний бережок, он тоже горизонтальный. То есть чуть-чуть этим цветиком где-то намекнуть, что вот там что-то мы как бы подчеркиваем берег. Силуэтик вот этой вот воды. Какая трава, может быть, растет. Одним же цветом, минималистически. Им же махнули вверх. Да, и им же сделали вот этот скос. Ну только берег оставьте. То есть ты оставь, чтобы вот это был берег, да? И где-то вот здесь намекаешь. Все равно ты робко. Я вижу, ты волнуешься. Можешь просто ткнуть туда кисточкой? Расслабься. О, молодец, молодец. Чтобы, смотрите, у нас эти деревья были поинтереснее. Вот теперь к этой тепленькой истории нужно немножко добавить, ну, какой-то более темной, но немножко светлее, теплее, чем дальнее. Сверху. Ну, там, видите, ореол такое, как бы деревья. Просто завести туда сверху такой вот как бы шарообразный еще цветик сюда. За, за, за вот эту теплоту. Где-то здесь, например. Ну, то есть, чтобы когда в маленьких форматах было поинтереснее. Вот так. Буквально мазочек, мазочек, мазочек. Моем кисточку чистенько, чтобы чистой водичкой. Чистой водичкой. И смачиваем вот такой треугольник. Вот фактически треугольник. У меня вода не очень чистая. Отступаем чуть беленького, да. То есть, мы смачиваем всю вот эту историю, где у нас будет вода. Ну, вот у нас будет вода, вода, вода. У меня краскисточка грязная, видно. Ну, и, соответственно, этот передний план, он такой вот косой передний берег. Все просто водой замочили. Можно, конечно, и без воды делать, но я вам сделаю с водой, чтобы вам было проще. Единственное, что хочется, чтобы сразу этот бережок был какой-то у вас такой, ну, не просто сухой. О, да, вот, Марин, какой-то он такой интересный. То есть, он пологий, там где-то вот переход, ну, то есть, сразу снежок им сделать. Важная история. Всегда идет отражение на нас. Поэтому вот базу всегда закладываем вертикально. Потому что очень многие, смотрю, мастер-классы, все рисуют вот отражение, вот волны сразу рисуют. Волны не рисуют. Сначала закладываем цвет, который идет на нас массовый. Вот, смотрите, и она всегда немножко длиннее. То есть, они вытягиваются. Вот, как бы, вот, обратите внимание, видите, вы за автомобилем, да, вот это на мокрой дороге всегда видно. Вот задние фонари на нем. Посмотрите, какая красная полоска получается на асфальте от этих фонарей. Там же в отражении то же самое. Все немножко, как бы, дальше. Значит, смотрим, где какой цвет у нас, в какой истории. Считаем зеркальность от момента, от линии прикосновения воды, как бы, к берегу, да. То есть, если вот у нас там фиолетовый, соответственно, он может доходить вот досюда. Вот этот вот может цвет доходить досюда и так далее. То есть, вот, цвета. Пока сыренько. Просто берем эти цвета, которые у нас остались в палитре, которые мы использовали, да. И, смотрите, ставим, вот, например, цветик. Ну, вот, охорочку, да. То есть, мы сразу делаем кисточку, ставим, чтобы бережок получился четенький. То есть, вот, вверх у нас просто поставлена кисть. А вниз нужно просто взять ее вот так, раз, провести. Рядом, например, какой-то цветик поставили, бережок провести. Вот прям махнуть. Если будете медленны, не получится прелести. Чуть выше поставили. То есть, у нас водичка же там ступенечка идет, чуть выше поставили. Там уже фиолетовенький немножко. Ну, примерно по... Поскольку... Я уже цвет не беру. То есть, у нас верхняя граница получается четенькая, потому что там сухо. Мы чуть выше начинаем. Вот, красиво, вот, красиво, отлично. Отлично, отлично, отлично. Только повторяйте цвета. Обычно вообще нужно брать чуть-чуть темнее, потому что самоотражение всегда темнее немножко. Но мы сейчас все цвет добавим. Это вот чуть ниже, например. Вот так вот. Где-то осталось белое. Хорошо, хорошо. Я вот хочу немножко даже темноты еще. Вот эту фиолетовую туда добавить. Вдалеке, вдалеке. Вот где-то там темень отражается. Где-то здесь темень может отражаться. О, Марин, красивая водичка. Доводи ее, доводи, доводи. Смотрите, когда сделали дальний берег, ну, то есть, дальнее отражение, дальнее отражение, у нас есть переднее, где отражается небо и более насыщенная передняя часть. Вот сюда уже можно завести горизонтально будет. То есть, перед нами, под низом, можно уже будет махнуть цвет, как бы от себя, либо горизонтально. Теперь берем что-то такое ближе к небесному. То, что у нас оставалось. Но можно чуть посинее даже сделать. И вот к этому теперь горизонтальному можно добавить немножечко, смотрите, с выходом на берег. То есть, там видите, какой-то бережок такой, ледок, его можно получить чуть-чуть сухим. То есть, мы немножко берем синенький, вот сюда, вот так вот. Вот прямо, да, вот сюда. Немножечко вот, чтобы здесь была такая сухая история береговая у нас. Ну, и вдалеке можно где-то этот цвет синенький еще добавить. Вот. Смахнули. Вот сюда прямо так щелк. Вот. Смотрите, чтобы вода была интересная. Вот мы теперь массу делали. Теперь нужно немножечко сухой кистью протереть плоскость воды. То есть, мы глубину сделали. Теперь кисть вытираете где-то. Ну, можно мастихином, но лучше водой. То есть, там ветеряет какая-то, еще что-то. И мы теперь прямо торцом кисти. Только главное делать строго горизонтально. Нужно протереть несколько таких вот, как бы вот сухих таких плоскостей. Где-то. То есть, вот дали глубину, а теперь нужно сделать плоскость воды. Где-то кисточкой подснять. Ну, а когда уже чуть подсохло, термостихина, можно снять даже вот какую-то ряд. Вот так вот, где-то какие-то такие волнительные места. Вот. Водичка. И даем чуть-чуть, 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 как бы скрепиться. Теперь берем цвете какой-нибудь плотненький. Ну, то есть, сюда хочется добавить остроты графической. Капельку синего или капельку фиолетового. Как бы, в референте, может, такого нет, но мы сейчас сделаем, подберемся под берег, под дальний. То есть, нам нужно сделать, чтобы это все было вот, все было более остро. То есть, теперь уже когда вода есть, туда немножко вводим, прям сырое, вот такой вот четкости, под бережок. Она сама затечет. То есть, всегда где-то под берегом немножко все темнее, холоднее. Вот здесь, например, у нас есть вынос на берег, но туда добавляем прям цветик. Здесь где-то, чтобы получился красивый бережок. Деликатно. Деликатно. Смотри, у тебя уже сухо. Да. Уже сухо. Тогда ищи в сыром. И смотри, я ее сторонник того, чтобы как бы дать ей немножко где-то поплыть, самой потечь. Вот можно здесь сформировать, сформировать вот этот вот какой-то вот у нас ландшафт. Ландшафт какого-то вот такого снега. Вот. Сейчас, когда еще вот посадим стволы и отражения, сразу все живет. И можно немножко еще вот пока все живое дать рельеф по снегу. Там все-таки теневая такая история. Нормально. Девять часов мы сегодня даже пару минут все сделаем. Ну, какой-нибудь красивенький, голубенький, если у кого-то место еще есть на палитре живое. Чуть-чуть сделаем рельефчик по снегу. Ну, делаем рельефчик. То есть, соответственно, просто где толщиночку здесь смазнули. Где-то у нас там еще снежок может быть. Но только все-таки что-то было бы. Было бы там где-то внизу лощинка какая-то вот под деревьями. Ну и здесь, раз снежок, какую-то рваненькую, можно несколько таких пятнышек дать. Ну, тут наверх поднимается. Ну, только вот старайтесь естественность какую-то вот эту вот дать. Ну, буквально чуть-чуть добавили толщину снега. Капельку. К этому ко всему вот завели такую историю. Ну, и можно на сухие места, опять же, мои любимые травинки дать, чтобы была эта живая. То есть, это всегда оживляет. Даже маленькие картинки, когда в них что-то такое живенькое живенькое торчит из-под снега. Вот буквально несколько таких травинок. Это просто сейчас становится супер живая история. Супер живая история. Даже без маленькой кисти. Даже без маленькой кисти. Ну и осталось только немножко на дальний кустик вот этот вот посадить в столике. То есть, мы его так и оставляем прям вот такой деликатный деликатный. Не надо черных делать. Нужно сделать чуть-чуть темнее коричневый, чтобы у нас не было слишком большого контраста. И, смотрите, не прям вот мы в рыжие вводим, где-то прерываем. То есть, там как будто не сплошняком они вот эти ветки торчат. То есть, видите, снизу больше, снизу сверху больше, снизу меньше, то есть, меньше, больше. И сразу же их делаем в отражение. Вот я сейчас намешал цвет. То есть, каждую линию мы сделали, например, вот стволик сюда, а сюда его отразили. То есть, делаем все зеркально, симметрично. Вот туда подняли, сюда отразили. Здесь, например, сделали вот так вот пару веточек сюда, наклоняющихся. А низ повторяем их. Вот так. И, например, здесь у нас пошли какие-то веточки. Что там у нас? Ну, высокие деревья. Даже можно потемнее чуть-чуть. Я смотрю, что здесь, в принципе, на рыжем можно сделать. А, вниз отразили. Ну, не стоит буквально прям дотошно вырисовать отражение. Я имею в виду, что можно сделать как бы с намеком, что они вот есть. На дальнем ничего не надо делать. То есть, дальнее все обобщено. Здесь какие-то вывери веточки. И все не надо отражать. Потому что никогда не бывает отражения прям буквальное. Буквально. Ну, вот вода красивая получилась. Все, я у себя сейчас снимаю скотч. Пока вы там дорисовываете. Хочу просто посмотреть без скотча эти работы. Можно, конечно, сейчас вот еще раз пройтись. Я вот смотрю, первые березки просят как бы темноты. Просят темноты. То есть, это все теперь, когда уже подсохло, можно графику это все доводить. Скотч подходит. Скотч подходит? Ну, да, так это и хорошо, что он подходит. Он подсох. Друзья, снимаем скотч. И смотрим, что нам. Ну, сегодня смотрю, во-первых, из плюсов, которые молодцы. С цветом стали смелее. Это меня радует. С какими-то заливками тоже молодцы. То есть, уже небо, поле закрываете как бы легко. С дальними планами, в принципе, все справляетесь. Крупные объекты пока немножко вызывают у вас какую-то сложность. Но тут чисто, скажем так, свойства рисовальщиков. То есть, кое-где, ну, мы же не все же, скажем так, рисуем руками, ну, карандашом. То есть, это что же важно? Здесь же все, ну, синтетически используется. То есть, нужно уметь рисовать и понимать немножко, как бы, так вот, ну, рельеф, как строится, как свет распределяется. Для того, чтобы, уже можно не включать ноутбук, пусть он. Для того, чтобы сложился именно пейзаж. Свернотюрморт там проще. Хотя там тоже нужно построение формы понимать. И всего остального. Тут у меня тут скотч, наоборот, не отклеивается. Вот у нас получилось за занятие сегодня таких вот пяток штук разных сюжетов. Но, в принципе, они все простые, минималистические на разные такие зимние стояния. Ну, чуть поближе вот. Покажу, мне вот, в принципе, нравятся они некоторые. Некоторые нравятся, некоторые не очень. Но, в каждом есть что-то, что заслуживает какого-то такого внимания. Дорожка, в принципе, мне эта лужа понравилась, как получили. Здесь водичка хорошо получилась. Все, друзья, выключаюсь. Дорожка. Продолжение следует...